МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы попали в окружение, конкретно все, там уже ничего нам не светило. Честно говоря, я так до сих пор и не понимаю, как мы вырвались. Старший нашей группы, старший бригад, он приказал выставить 4 ЗУ-23-2 в одну линию и открыть прямой огонь. То есть мы отбили 4 атаки. Юаровцы не выдержали кинжального огня, зенитных пулеметов и отступили. Ангольская бригада вырвалась из окружения. Там же все очень быстро происходит. Вспышка, через 40 секунд у тебя снаряд здесь, рядышком. Нет, на самом деле, первую ночь просто повезло, потому что у нас с 11 снарядов он разорвался метров в 10, наверное, от дома. И просто шальная мина, 82-мм, по-моему. Буквально в 3-4 метрах сзади упала разрыв. То есть там вот советник командира бригады, у него просто контузия была, а Димя вот у него прям в спину на вылет через печень прошла, то есть мгновенно погиб он. В советских газетах про это не писали. СССР никогда не признавал участие наших военспецов в боевых действиях в далекой Анголе. Долгие годы их миссия оставалась секретной. 25 ноября 1985 года. Юго-восток Анголы. Провинция Кванду-Кубангу. Экипаж капитана Лукьянова до последней секунды пытался спасти подбитый Ан-12. Пролетая как раз вот над этой рекой, в Куэбе, недалеко от населенного пункта, такой местечке есть Жимбе, и там действовал отряд южноафриканского спецназа. Они сделали пуск по этому самолету, ракета попала в двигатель. Дотянуть горящую машину до ближайшего аэродрома летчики не смогли. Они бы смогли удержать 30 километров до Минонги было. Вот, аэродром виден. Но третий, четвертый – это справа двигатели. Их рулей у них не хватило, они начали заваливаться право, самолет начал вертеться, и тогда уже шансов спастись никому не было. В подбитом самолете погиб родной брат Сергея Никитина Алексей. Он был вторым пилотом в экипаже Лукьянова. Сергей тогда сам летал на Ан-12 в Анголе. Никитин привез погибших на родину и после похорон вернулся в Луанду. Все члены экипажа капитана Лукьянова посмертно были награждены орденами Красного Знамени. У летчиков были парашюты. Высота позволяла прыгать. Но на самолете летели советские советники и офицеры Ангольских вооруженных сил. У них парашютов не было. Ну, у них была, по крайней мере, минута, чтобы принять решение. И можно было прыгать. А как прыгать? После этого жить невозможно. Каждый год 25 ноября к памятнику летчикам на кладбище в Джанкое приходят родственники и однополчане. И в Джанкое, где базировался полк военно-транспортной авиации, отряд Ан-12 улетел в Анголу. Самолеты перекрасили в цвета аэрофлота. Тогда все наши транспортники на юге Африки летали с аэрофлотской символикой. Но она от зенитных ракет не спасала. За год до гибели самолета Сергея Лукьянова в другой Ан-12 попал американский стингер. Взяли курс на Луанду. Почувствовали хлопок и сильный удар по самолету. По сущности произошел взрыв. Смотрел в иллюминатор. Увидел, что развороченный закрылок в салон поступает топливо. Раненые на борту гражданские лица. Крыло развратило так, что, казалось, шансов на спасение нет никаких. Нам просто дико повезло. Попал бы он в двигатель, в один из двигателей, было бы хуже, конечно. Неизвестно, чем бы закончился вообще этот полет. А так он попал между двигателями. Экипаж Константина Шушарина сумел благополучно посадить израненную машину. На борту было много ангольских пассажиров. Когда открыли грузолюк, керосин тек, топливо, вместе с перемешкой, вместе с кровью. Похоже, там много было ради. По официальной версии, советские самолеты перевозили только мирные грузы. Реальные задания оставались секретными даже после гибели пилотов. Родственникам экипажа капитана Лукьянова выдали справки, что летчики умерли в командировке. Все как бы было тайной. Все скрывалось. И даже, знаете, была заметка, когда погиб, я даже ее храню, было, значит, в этой заметке было написано, что погиб ангольский гражданский самолет. Восемь членов экипажа и четверо советских военных специалистов только за один день. Это были самые большие разовые потери советской армии за 15 лет, которые СССР участвовал в войне в Анголе. Через несколько дней над местом гибели Ан-12-го сбили Ми-17 с советским экипажем. Два наших вертолета поддерживали огнем кубинскую колонну, попавшую в окружение. Они отработали по точке, сделали там два захода, а ведущий, майор Кутонов, решил сделать еще один заход, отстреляться, видимо, остались у него нурсами. И при этом заходе в вертолет попала граната от РПГ, и он взорвался. Еще три человека, три наших летчика здесь погибли. Это были опытные пилоты. Вертолет Дмитрия Кутонова не раз выполнял опасные задания. Из письма старшего лейтенанта Юрия Неверова, штурмана Ми-17, сгоревшего 5 декабря 1985 года в Анголе. Юаровские войска окружили три ангольские бригады. Там было 27 наших. Вот мы их и вывозили двумя рейсами. Было сбито 4 вертолета Ми-24, 2 Ми-8 и 2 самолета Ми-23. Вот мы в это пекло летали два раза. Писать не буду, как нас долбили, сам представляешь. Скажу одно. На предельно малой высоте пролетели 142 километра ломаным маршрутом через зенитно-ракетные комплексы. Я до сих пор не могу поверить. Отделались 15 пробоинами. Прошли над Юаровскими окопами на высоте 5-10 метров. Через эту неизвестную в нашей стране войну прошли больше 40 тысяч советских офицеров, прапорщиков и даже солдат срочной службы. Скорость движения. 67 метров. Расстояние между машин 50-60 метров. Какие вопросы? Кроме штабов и командных пунктов, в каждой бригаде ангольских вооруженных сил были наши советники и специалисты. По местам. Они не только обучали ангольских солдат и офицеров, но и помогали планировать операции, организовывали оборону и наступление, восстанавливали подбитую технику. Ты хочешь патруль? Ты хочешь патруль? Ты хочешь патруль? Реклассменты там. Правильно, да? Три. Когда ангольская бригада уходила на боевую операцию, советники шли вместе с ней. В 1975 году рухнула последняя колониальная империя. Португальская армия ушла из Ангола. Страна готовилась провозгласить независимость. Три политические группировки, боровшиеся с португальскими колонизаторами, теперь стали соперниками в борьбе за власть. Столица страны Луанда оказалась в руках прокоммунистического движения МПЛА во главе с Агастинью Нетто. С севера на Луанду наступали параамериканские отряды Холдена Роберту, а на юге все новые районы захватывало поддерживаемый ЮАР УНИТА. Ее лидером был Джонас Савимби. Пока сверхдержавы пытались окончательно определиться со своими интересами в бывшей португальской колонии, всех опередил Фидель Кастро. Он направил около 400 солдат и офицеров кубинской армии в Луанду для поддержки МПЛА. Кастро забыл поставить об этом в известность своих старших товарищей. Руководство Советского Союза ничего об этом не знало. Мы приняли это решение, поскольку нас связывали УЗА и с Агастинью Нетто и с ангольскими революционерами. Вместе с кубинскими военными боевые отряды МПЛА Агастинью Нетто отразили грозившую север опасность, разбили войска Холдена Роберта, которого поддерживал соседний Заир ЮАР. Решающий удар навесли советские реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град», которые срочно были доставлены из СССР. Применение вот этих вот установок реактивных залпового огня, это была совершенно неожиданность большая, поэтому, в общем-то, можно сказать, что, собственно, вот несколько залпов вот этих БМ-21, которые были под большим, в секрете доставлены сюда, они и решили исход этого боя. На месте битвы под Кефангонду сегодня возвышается солидный монумент. Но это было только первое выигранное сражение в долгой войне, которое продолжалось больше четверти века. 11 ноября 1975 года МПЛА провозгласило независимость Анголы. Первый президент страны Агастининета приветствовал в Луане советского посла. А южную границу страны уже пересекали юаровские моторизованные колонны. Первая полномасштабная военная агрессия ЮАР должна была покончить с просоветским правительством Агастининета. Юаровцы продвигались все дальше вглубь страны. Но здесь их ждал неприятный сюрприз. В Анголы уже успели перебросить несколько тысяч кубинских военнослужащих. Они заняли стратегические рубежи и хорошо подготовились к встрече агрессора. Кубинцы вместе с отрядами МПЛА нанесли самой мощной армией на африканском континенте чувствительное поражение. Советское оружие потекло рекой. СССР поставляло его как кубинцам, ограниченный контингент которых в Анголе достигал 40 тысяч солдат, так и молодым вооруженным силам республики. Для строительства новой ангольской армии ФАПЛОВ в страну прилетели тысячи наших военспецов. 24 года тому назад жили советские военные советники. Становые снесли уже все. А вот здесь был плац, там было построение. Для большинства наших военспецов Ангола начиналась здесь. Глядя на эти любительские кадры, снятые в конце 80-х годов прошлого века, можно сказать, что тут почти ничего не изменилось. 30 лет спустя делегация Российского союза ветеранов Анголы оказалась в этом историческом месте. Бывшая советская военная миссия. Сюда все приезжали в пиджаках, получали инструктаж. Кто-то оставлял пиджак здесь на все время командировки, получал военную форму, оружие и уезжал на фронт. Конечно, незабываемые впечатления. Я здесь не просто как автор фильма, но я сам принимал участие в этих событиях. Вот около года прожили вот здесь, на втором этаже. Размещались переводчики, когда мы здесь работали. Условия, конечно, были такие, спартанские. Впрочем, мы так думали до тех пор, пока они разъехались по боевым бригадам. А вот эти вот все здесь такие остались. Так получилось, что здесь в свое время были в долгосрочных командировках сразу несколько представителей современной российской элиты. Здесь жили переводчики. Здесь в этой комнате жил, сейчас закрыто. Там жил Игорь Иван Сичин. Президент нефтяной компании «Роснефт» в 1985 году был старшим переводчиком группы советников военно-морского флота. Я помню, Олег Николаев, по-моему, болел тогда малярией. И как вот Игорь Иванович ему, знаешь, ставил уколы, помнишь, так сказать, от малярии. Вы же в одной комнате жили, да. Это вот это ощущение. А мы жили в доме напротив вас. На самом деле командир и есть командир. Что там говорить. Ну и учил, просто учил, потому что к кому еще пойдешь. К старшему переводчику и Шлейк, Игорь Ивановичу, как это перевести, как здесь какой-то термин. После провозглашения независимости у ангольского правительства и у наших советников в долгие годы оставались два смертельных врага. Внутренний – оппозиционная группировка УНИТА, которая развернула широкую партизанскую войну почти во всех провинциях страны. Лидер УНИТА Джонас Савемби оказался упорным противником. Мы будем продолжать нашу борьбу в любых условиях, потому что не хотим стать рабами России на своей земле. УНИТА поддерживали США. Согласно секретному распоряжению ЦРУ, Савемби получил деньги для привлечения на свою сторону наемников. На территорию, которую контролировала УНИТА, стали съезжаться головорезы из Европы, Америки и Африки. Они исповедовали принцип полного беспредела. Внешний враг был еще более грозным. Регулярные войска ЮАР периодически вторгались в Анголы с юга, с территории Намибии. Особенно мощными были агрессии 1881 и 87-88 годов. Куито-Канавали – небольшой городок на юго-востоке провинции Куанда-Кубанга. На протяжении многих лет он оставался передовым форпостом правительственных войск ФАПЛА. Дальше за рукой Куито была территория УНИТА. Там в глубине саванны находилась самая крупная военная база противника – Мавинга. Для ангольского руководства захват Мавинги имел большое военно-политическое значение. В середину 80-х годов в Куито-Канавале шел непрерывный поток советской военной техники. Сюда перебрасывали наиболее боеспособные ангольские бригады. Советские советники разработали несколько операций по взятию Мавинги. Мы будем двигаться в узком коридоре, поэтому оперативное построение войск должно быть нестандартным. С первыми трудностями уходившие на операцию правительственные войска сталкивались уже на втором километре. Единственный узкий мост через реку Куито требовал от механиков-водителей боевой техники виртуозных навыков. Малейшая ошибка – тяжелый танк рухнет в воду. А правда, что первые танки, вот были наши советники сами за... Да, первый танк наши специалисты проводили, а потом младший лейтенант или прапорщик ангольской армии – все танки лично не давали проводить, потому что мост был без перил, и была опасность упать. Вот где-то в этом районе, здесь на дне лежит крас. В хорошую, в хорошую, по светлую воду виды проступают колеса и балки. Все снабжение, ушедших на операцию ангольских бригад, проходило через этот мост. Мост через реку Куито я проезжал четыре раза в день, так как я ремонтировал технику, находящуюся на переднем крае, за мостом. Подъезжает машина, люди с машины высаживаются, остается только один водитель, и дверь должна была быть открыта, чтобы, если машина начнет падать, водитель успел выпрыгнуть с машины. Южноафриканские войска несколько раз пытались взорвать стратегический объект. Однажды даже использовали боевых пловцов. Вертолет высадил их где-то в 40 километрах. Частично они преодолели путь на байдарках, потом надели гидрокостюмы и сплавлялись. Вот используя силу реки течения, она оттуда течет. Вот они приплыли сюда и пытались минировать вот здесь все. В тот раз удалось подорвать только одну опору моста. Потом на него сбросили управляемую бомбу. В 1985 году вся группировка правительственных войск Куито-Канавали вместе с нашими советниками осталась фактически без снабжения. После того, как сбили Ан-12, транспортные самолеты надолго перестали сюда летать. Толовые колонны, пытавшиеся прорваться из столицы провинции Минонги, безжалостно бомбила авиация ЮАР. В 1985 году авиация ЮАР осуществила такую страшную бомбежку, после которой было очень много всего и раненых, и убитых, покалеченных и так далее. Унитовцы устраивали засады, подрывали и жгли грузовики и бензовозы. Тогда ЮАРовский батальон «Буффало» впервые применил в районе Куито реактивную систему залпового огня «Валькирия». Ракеты были с кассетной начинкой. Шрапнель косила все живое вокруг. Шарики, да, шарики с собой привез потом на память. Поэтому, да, шарики, да. Хотя по конвенции ООН было запрещено использовать оружие, так сказать, подобного типа, потому что шарики – массовое поражение. Владимир Груздев тогда был переводчиком 16-й бригады «Фапла». Я хорошо помню животные. Вот перед обстрелом, буквально за, там, вот только, там, за минуту, собаки прям сразу выйдут и все прячутся. Вот прям чувствуют. Поэтому после первой ночи уже как раз все вырыли, все уже, так сказать, убежище, дежурство установили уже. Ну и мы отрабатывали тоже быстро, потому что первую ночь они, они фактически нас просто расстрелили. На решение проблемы безопасного снабжения передовой группировки ангольской армии ушло несколько лет. Пришлось организовать охрану буквально каждого километра. Даже трудно себе представить, как выглядела эта дорога 25-30 лет назад. Колонна снабжения из Минонги до Куитакановали, это всего 200 километров, могла двигаться почти две недели. Постоянные засады, обстрелы и бомбежки. Так случилось, что прикрывать центральный самый протяженный участок трассы выпало нашей бригаде, 10-й пехотной. 9 месяцев нас, советских офицеров, здесь было трое. Советник комбрига Вадим Сагачко, советник начальника артиллерии Юрий Яцун и ваш покорный слуга, переводчик. До ближайшего гарнизона, где были советские специалисты, 80 километров. Через столько лет оказаться тут снова кажется нереально. Тогда на работу ездили на бронетранспортере. Сейчас можно добраться на микроавтобусе. Вот этот подбитый БТР был для нас ориентиром, для поворота на командный пункт бригады. Вот чуть дальше на повороте, влево, 100 метров командный пункт нашей 10-й пехотной бригады был. Заходить вглубь саванны не решились. Раньше здесь было огромное количество мин. Теперь, говорят, разминировали. Вот он говорит, что мина в фугас закладывали, а под него бочку 200-литровую с бензином. Наверное, это же сейчас испарился он уже за эти несколько десятилетий. Проверять не будем. Мы же советовали, как закладывать. Да, конечно, не будем. С дорогами все-таки сошли и вызвали страшный переполох у местных жителей. Они как раз закончили трудиться. Уклад жизни народности Гангела не изменился. Это поле в саванне рядом с подбитым легким танком обрабатывается примитивным, подсечно-огневым способом земледелия. Лес выжигает, но не выкорчевывает и сажает кукурузу, маниоку и сорга. Вот уже собранные клуби-маниоки сушат на солнце. Потом их измельчают в ступе и готовят желеобразную клейкую массу – фунш. На таких плантациях аборигены живут в тростниковых хижинах – кимбах. Старший этой группы рассказал нам, что вокруг мины уже обезвредили и стало безопасно. А вот и наша кимба в поселке Лонго. Мы были очень счастливы, когда перебрались сюда из землянки. Стены были закопченные, окон не было приблизительно, как сейчас. Там не было ни электричества, ни воды. Ни электричества, ни воды. Воду нам привозили от реки в бочки, которую мы долго кипятили. Зато на фотографиях наш дом получался очень красивым. А целлофан вместо стекол блестел, как современный стеклопакет. Сегодня трудно догадаться, для чего мои товарищи приспособили эту кабину от подбитого грузовика. Это душ? Душ. Сверху была бочка. Но было в траншею все внизу. Здесь были траншеи. Сбитый штурмовой вертолет Ми-24 тоже пригодился для обустройства нашего быта. Я, может быть, это и мои следы, вот там вот вырезал слик-ножом отсюда дюреалюминиевую обшивку и обшивал наш дух, чтобы ветром не задувало. Наши соседи в бригадах о таких условиях могли только мечтать. В саванне спать можно было или в землянке, или в бронетранспортере. От прямого попадания это убежище не спасает. Советники называли его рефужио. Но от осколков мин и снарядов вполне спасало. Возвращаясь после работы в такие жилища, иногда приходилось выгонять непрошенных гостей. Это были не только летучие мыши. Обычно сверху змеи падали на нас. Если времени, чтобы вырыть землянку, не было, спали под бронемашиной. Когда они просто останавливались в лесу, значит, выкапывали глубиной сантиметров 60, яму углубления, сверху наезжал БРДМ, и там мы спали. Потому что в основном обстрелы все атаки ночью делали. И при минометном обстреле самое эффективное, это надо где-то ниже лежать уровень земли, и чтобы сверху тебя чем-то, сверху защищал БРДМ. Баню устраивали, затягивали палаткой какой-то там промежуток, нагревали воду, ну и если успевали, то могли помыться. Потому что из-за этих обстрелов, собственно говоря, у нас даже не было времени нормально помыться. У нас ше завелись. То есть мы реально кормили в окопах шеи. Иногда желание помыться оказывалось сильнее здравого смысла. И в самый разгар мытья начинается бомбежка. Все в укрытии. Ну, там еще Андрей Поликанов такой был, друг мой, мы с ним в основном в контакте. Ну и стоим в душе. Андрей говорит, ну бомбежка началась. Я говорю, ну что, если накроет, так накроет. Давай хоть домоемся. Зима или сухой сезон Касимбы наступает в этих краях, когда в России лето. Ночевать под броней холодно. Ночью до нуля градусов заморозки. Вот спали там поролоновая подушка. С нее поднимаешь голову. Темное пятно сухое, а остальное оно инеем покрыто. Солнце встало на горизонт повыше. Все, до 45 градусов. Деревья не выдерживали. Деревья лопались. С них опадала листва. Из-за жары, из-за перепада температуры. А не из-за холода, как у нас. Мало кому из наших военспецов, оказавшихся здесь, на Южном фронте, выдавалось не заболеть тропической малярией. Хотя там очень много змей различных размеров, различной толщины. Очень много других болезней. Но самый страшный зверь в Африке – это комар. Переносчик малярии. Малярия – очень тяжелая болезнь. Я переболел два раза. Это высокая температура. До 42 и до 43 градусов температура. Человек обессиливает, обезвоживается. Специалист по ремонту бронетанковой техники Владимир Волков едва не умер от осложнений после малярии. Его пришлось отправить самолетом в Москву. Эвакуировать больных с переднего края было очень трудно. Поэтому, кого могли, летели в полевых условиях. Одна из попыток эвакуировать тяжелобольного закончилась трагически. Погиб советский сержант, призванный в армию на два года. Александр Никитенко – рядовой сержант, связист, водитель нашей группы. Это, кстати говоря, очень интересный такой факт, что здесь воевали не только солдаты, не только офицеры и прапорщики, но и были рядовые срочные службы. Он повез в госпиталь нашего заболевшего офицера, и по дороге машина нарвалась на мину. Война с применением разрушительного оружия захватывала территории, на которых местные племена жили, если не в каменном, то в каком-нибудь бронзовом веке. Каким-то чудом им удалось выжить. В юго-западной провинции Уила издревле обитали им Уилой. Они занимались охотой и скотоводством. Одежда Мамуилам нужна только как средство защиты от непогоды. И используют они ее весьма сдержанно. Другое дело украшения. Пока девушка не выйдет замуж, бусы – главная часть костюма. Иногда они весят до 5 килограммов. Чиколотки замужних нам обязательно украшены браслетами. Сколько браслетов, столько быков отдало родителям невесты ее с ужиной. Кроме того, груди замужней красавицы обязательно должны быть перетянуты. Таковы требования местного этикета. Особая гордость Мамуилов – прическа. Модница часами заплетает косички с помощью особого бальзама, из смеси пальмового масла и навоза буйволов. А таких вот бойцов иногда забирали в правительственную армию. До этого они и метко стреляли только из лука. Советские переводчики помочь в их обучении не могли. Солдаты из хижин по-португальски не разговаривали. Значительно больше подобных вояк было у Савимби. Антиправительственная группировка у НИТа часто пополняла свои ряды, устраивая облавы в затерянных в Саванне поселениях. Войне, которая, казалось, не будет конца, требовались все новые жертвы. За 27 лет она унесла жизни более миллиона человек. Точной цифры потерь не существует. Переломной точкой войны считается сражение из-за Куито-Канавали. Оно продолжалось больше полугода. Небольшой затерянный в Саванне поселок из трех улиц после этой битвы в прессе стали называть городом. Куито-Канавали не зря называют ангольским Сталинградом. В 88-м году здесь было остановлено крупнейшее наступление южноафриканских войск. Этот танк «Олефанты» навечно остался в песках под Куито-Канавали. С обеих сторон в операции участвовали несколько сотен различных бронемашин, в том числе танк. Применение такого количества всевозможной военной техники в одном сражении не было за все годы войны. На первом этапе четыре ангольские бригады, в каждой из них были наши советники, начали наступление на Мавингу. Правительственным войскам удалось добиться успеха. У ней это отступало. Чтобы избежать разгрома, Савимби срочно запросил помощи у ЮАР. С сентября 1987 года против ангольских бригад действовал не только 32-й южноафриканский батальон «Буффало», но и 61-я механизированная группа на бронемашинах «Ротель». Всего свыше 6 тысяч человек с артиллерией и авиацией. Под натиском юаровцев с тяжелыми боями ангольские бригады отступали, Куи такановали. Южноафриканские войска начали клонировать операции и точечными конкретными ударами по одной из ангольских бригад сбивали ее с боевых позиций. Ну, можно представить, что у них и авиация, и «Миражи», и «Канберы», и бомбардировщики, и пуская вперед тяжелые танки. Потели ангольских бригад были очень большими. Появились погибшие и среди наших офицеров. Позже советские войны поставили им импровизированный памятник на позициях у Куида. В самом городке из-за секретности советское же военное руководство никаких обелисков устанавливать не разрешило. Официально наших здесь быть не могло. Одиночные! Первым погиб переводчик 21-й бригады Олег Снитков. Был обстрел, и первый снаряд прилетел и разорвался в деревьях. Они как раз вышли завтракать. Это был самый-самый первый снаряд во время обстрела. Ему вот таким вот осколком перебило руку. Оторвало руку, перебило ногу. Йоревская армия активно использовала тяжелую длиннобойную артиллерию. Гаубицы Ж-5 били за 40 километров и попадали достаточно точно. На БМП, вот эти бригады 25-ю там, постоянно выезжали. Но это было, собственно, и для поддержания морального духа. И необходимо было ездить. Но вот поразительно то, что БМП идет, а снаряды ложатся от этой гаубицы буквально метрах 10-15. Причем БМП в движении. То есть у них была какая-то либо звуковая разведка, либо спутниковое наведение. Под обстрел попадали не только советники в бригадах, ушедших на операцию, но и те, кто остался на командном пункте. На этом месте, у дома, где жили наши военспецы, погиб полковник Андрей Горб. Рядом разорвался снаряд «Валькирия». Он был оперативным дежурным и сидел на входе. Но обстрел вроде кончился, 15 минут, обычно 15 минут стреляли. Обстрел кончился. Он вышел, посмотрел, говорит, ребят, все, закончилось. И в это время упал снаряд, разрыв, шарик, и шарик попал в сонную арху. Около двух месяцев ангольские войска с боями отступали. Они отходили все ближе к Куэта. Когда мы потеряли 47-ю бригаду, мы начали отступать. Были очень тяжелые бои, но это не было бегством. Мы отходили сопротивляясь. Так мы отступали, пока не заняли плацдарм между реками Шамбинга и Куатир. У нас там было три бригады и тактическая группа. Одна из ангольских бригад не выдержала натиск у юаровцев. После третьей атаки началось бегство. И, собственно говоря, побросали всю технику, побросали вооружение с одними автоматами. И с вещмешками побежали кто через мост, кто через реку. Советские советники уходили одними из последних. Им пришлось бросить свой бродит-распортер и ползти по болоту. Их обстреливали, но снаряды падали в болото и потом только взрывались. То есть осколки не вылетали, слава богу. А юаросы, видимо, просчитали, сколько они должны были ползти. И начали стрелять по берегу. Ребята говорят, мы лежим и смотрим, что бы было, если бы мы быстрее ползли, собственно говоря, что бы с нами могло произойти. Советникам повезло. Отделались контузиями, мелкими осколочными ранениями и не попали в плен. Во всех боевых операциях, в которых участвовали наши военспецы, они были без документов и знаков различия. Попасть в плен было страшно. Доходило до того, что уже командир бригады, ребята говорят, если что, если прорвутся к нам, вот под сумок, здесь гранаты, подорвемся. Тюнули, да. Ну, чтобы не захватили унитаза, потому что они страшно, я знаю, как они издевались над пленными, а уж если советику попадется, вообще лучше подорваться, чем к ним в плен попасть. Там колючей проволокой сматывали, таскали там за машиной по лесу. Давай, поедем. Рабочий день фермера начинается рано. Утки, куры, овцы и куча других забот. У меня одна нога подбита, перебита. В смысле ранен? Ну, вывернута, они порвали связки министр. Сейчас его жизнь течет мирно, но в 79-м году Николай Пестрецов был военным, прапорщиком Советской Армии. Когда он согласился на длительную командировку в Анголу, то никак не ожидал, что окажется в кептаунской тюрьме. Что захотят, то и сделают. Хотят, то и отрежут. Так же? Хотят, ну, башку отрежут. Пестрецов служил в Андживе, маленьком городке на юге страны. Обстановка была спокойная настолько, что через год к нему из СССР приехала жена. Вот на этой фотографии белокурая женщина слева от мужа Едвига Пестрецова. Но совершенно неожиданно в 5 утра юаровцы начали наступление. Уехать наши советники не успели. На глазах Николая убили его жену. Сам он не погиб по чистой случайности. Хотел закопать этих, ну, всех своих мертвых-то. Хотя бы прикрыть там, ну, эти птицы эти вот, которые рвут все там, порвут все это, ну, как-то, ну... Стервятники? Стервятники, да. Я к такому не привыкся. Мне... У них валяются трупы, валяются, но это русский человек. Надо хоть закопать. А промоина была, вот дожди шли. Я в эту промоину их сосил всех. Плащ-палаткой укрывал сверху. И меня по башке огрели. Дальше вертолет, Намибия, ЮАР, одна тюрьма, вторая, третья. Его постоянно перевозили. Как быть и что делать, когда ты оказался в плену? В голове прапорщика вертелась фраза полковника, управлявшего его в Ангулу. Последняя пуля себе в лоб. То есть мы вас выручать не будем? Да, да, да. Юаровцам нужны были доказательства, что здесь воюют советские офицеры. От Николая требовали только одного – признаться, что он военный. Но до допроса прапорщик отвечал одно и то же. Я не военный, я гражданский специалист и все. А почему при тебе автомат и пистолет был? Я говорю, каждый советский гражданин, проходит службу в войсках, умеет стрелять. Его пытали, не давали спать, угрожали, кололи наркотики. Но прапорщик не признавался. Так шли долгие месяцы, и казалось, надежды уже нет. Но вдруг тюремный режим смягчился. Пленника под охраной стали выпускать в город, разрешили ходить на пляж, даже организовали поход в зоопарк. Позволили запечатлеть это событие. Вот фотографии с этой экскурсии. Вот это вот бабы военные. Юаровские? Да. Они, видишь, одеты, как вот это в зоопарк, когда водили, чтобы не подать вида, кто я и чего. Причина такого неожиданно гуманного отношения – Красный Крест. Международная организация заинтересовалась условиями содержания советского пленника. И вот после двух лет заключения Пестрецову сказали, тебя обменяют на двух юаровских летчиков, которые захватили ангольские правительственные войска. Перед обменом Николай увидел двух соотечественников и понял, что он был не единственным советским пленным на этой далекой войне. Ангольцам очень нравились эти самолеты. Небольшие транспортные Ан-26-е могли приземлиться не только на аэродром, но и на проселочную дорогу в Саванне. Летчик из Дагестана Камиль Малаев совершил в Анголе всего одну вынужденную посадку. После того, как в паровой двигатель попала зенитная ракета. Крыло горело. Над деревьями иду, потом снизился, стал по верхушкам деревьев бить самолетом, чтобы погасить скорость. И как только деревья прекратились, там, видимо, слон вот такой вот к реке, и смотрю, вода реке, я сразу раз, и это самое, самолет, и приземлил вот на брюхо, вот так. Но ни один член экипажа я даже срапину не получил. А Камиль серьезно повредил позвоночник. Пилота в полусознательном состоянии оттащили от горящего самолета пассажиры, ангольские военнослужащие. Как его, командиры корабля бросили свои же члены экипажа. Малаев до сих пор не понимает. Остался только бортмеханик Иван Сернецкий. На этой фотографии он рядом с унитовским лидером Савимби. Поднял голову, смотрю, окружают нас. Я сразу раз переключил. Я говорю, Иван, что делать? Будем отстреливаться. Он говорит, как хочешь. Ну, я это, поднял автомат, кто ближе ко мне, из-за тех, которые окружают, и на этот круг нажал. Это клац, звук. Выстрел не последовал. Два года унитовского плена. Летчиков постоянно перевозили из одной затеянной в саванне деревню в другую. Держали в тростниковых хижинах, часто в тех, что местные жители строили для скота. Меня скрутили, это и бросили в эту хижину. Связали руки, ноги, и бросили в хижину. А там эти скорпионы ползают, и всякие жучки, паучки, и змеи. Змеи кишили. Вот так вот. От летчиков хотели только одного признания перед западными журналистами, что они советские офицеры. Но пленники на самом деле были гражданскими пилотами. Вы только летали они на военно-транспортных самолетах ВВС Анголы. Камин не признался даже в этом. После освобождения Малаеву вручили Орден Дружбы Народов. Приходи только по дороге. А почему? Потому что пока еще есть мин. Мы на месте упорных боев под Куито-Канавале. В 1988 году здесь удалось остановить наступление юаровских войск. Повсюду разбита военная техника. Особенно много советских танков и бронемашин рядом с местом, где была переправа. Было нарушено снабжение войск Фапла на левом берегу реки Куито. Наши советники организовали паромную переправу вот на этих густыничных самоходных паромах. Тогда здесь творился сущий ад. Войска ЮАР несколько месяцев упорно пытались прорвать оборону и захватить Куито. На нас испробовали все, что только могли. То есть у нас были с дистанционным управлением, и кассетные, и химические, и, короче, дальнобойные на 47 километров, 155 миллиметров вот такой вот снаряд от пола, собственно, какой-то, который меня и контузировал. Переводчику 21-й бригады Игору Ждаркину повезло. Гаубичный снаряд не долетел до землянки несколько метров. Я перегнулся к ТВ-вику, В это время разрыв, и меня буквально вот так вот взрывной волной меня скидывает, и я упал прямо под стол. Это хорошо, что я упал под стол, потому что посыпались бревном. Вот старший, ну, бревном по голове стукнуло. Но ангольские бригады вместе с нашими советниками выдержали натиск противника. На помощь очень вовремя подоспели кубинцы. Кубинцы сюда перебросили 52-ю пехотную бригаду. Но эта бригада была не полного состава. Там была ательрийская батарея, где-то около 15 танков и около 800 человек личного состава, всего лишь навсего. И эти люди смогли переломить обстановку. Они были введены на боевые позиции ангольских войск, и практически с их помощью было остановлено наступление юзноафриканских войск. Последний штурм юаровцы предприняли 23 марта 1988 года. Тогда защитники Куэта уничтожили 3 тяжелых танкового «Алефанты» и еще один смогли захватить почти без повреждений. Вот этот заехал прямо на минное поле. Это не обычное минирование. Мы ставили мины-ловушки. Мы закладывали противотанковую мину, сверху большую канистру с бензином, пару снарядов от града. Таких ловушек и сейчас здесь полно. Мы это делали, чтобы подавить бронетанковую мощь войск ЮАР. Окончательно здесь все разминируют еще не скоро. Ангола вторая в мире страна после Афганистана по количеству установленных мин. 12 миллионов штук. Это по самым скромным подсчетам. Сколько их зарыли в саванне вокруг Куэта-Канавали, неизвестно. Куэта удалось отстоять. После мирных переговоров юаровские войска отошли в Намибию. Последняя агрессия режима апартеида закончилась. Сейчас юаровцы пишут, что мы не ставили себе задачу брать Куэта-Канавали. Но если вы не ставили задачу, зачем же вы его полгода осаждали? Ребята, ради чего? Ради того, чтобы мускулами побряцать? Конечно же, они ставили эту задачу. Естественно, как минимум, страну разорвать напополам. То есть, чтобы вот эти вот все важные участки захватить и сделать из Анголы там какой-нибудь кусочек агрессии. Сегодня над Куэта-Канавали возвышается 17-метровый монумент в память о тех, кто отстоял независимость страны. Ангольская армия понесла здесь огромные потери. Кубинские и советские интернационалисты тоже заплатили кровью за победу. Для нас бесценна помощь, которую мы получили от вашей страны. Прежде всего, вместе с вами мы завоевали независимость. Но и после этого ваша помощь нам была необходима. Мы отразили агрессию российской армии ЮАР, которая считалась непобедимой, но мы все же ее победили. Советские военные специалисты работали в Анголе до 1991 года. Потом из России сюда направляли только миротворцев в составе ионовских миссий. Жизнь наших интернационалистов на Южном фронте сегодня можно показать в основном благодаря вот этому человеку – военному переводчику Александру Поливину, который в командировке не расставался не только с автоматом, но и с видеокамерой. Мы хотим вам рассказать о жизни советских военных специалистов в Африке, на юге Народной Республики Ангола, в передовых подразделениях. Гражданская война в Анголе продолжалась еще очень долго, уже после того, как ушли советские военные специалисты. На Кубу вернулся ограниченный контингент интернационалистов, а в ЮАР прекратил существование режима Партеида. Пропытки ООН примирить официальную ангольскую власть во главе с президентом Жозе Эдуардо Душсантошем Сунита были тщетны. У этой войны существовал богатый источник финансирования – алмазы. По количеству официально добываемых алмазов Ангола занимает пятое место в мире. Драгоценные камни, добытые в конфликтных зонах тропической Африки, не зря называют каравауми. В центральных и восточных районах страны, где на поверхность выходят кимберлитовые трубки, красная земля ангольской саванны буквально изъедена алмазными приисками. Часть из них контролировала УНИТА. Война прекратилась только в 2002 году, когда был убит лидер антиправительственной группировки Джонас Савимби, а УНИТА превратилась в официальную оппозиционную партию. Последние 12 лет страна живет в мире. Сегодня анголы, особенно Луанда, сильно отличаются от той страны, в которой навсегда запомнили десятки тысяч советских военных гражданских специалистов. А что происходит в Анголе, а просто война? Просто война, вы считаете? Да, я считаю. Завтра я снова с войсками на юг улетаю. Там, где недавно бригаду разбили дотла. А что же из этого следует? Следует пить. Трезвый лишится рассудка, увидев все это. Вы полагаете, будет агрессия летом? Я полагаю, без этого нам не прожить. Ходит по лесу у НИТА и тянет к нам руку. А миражи и коноберы по кругу, по кругу. Бой начинается. Дайте гранату мне в руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три.